Сейчас по кольцу и во второй поворот пустим. Кольцер? Да. Это первый выезд Сергея Панкова на мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Примерно за 15 лет в медицине Сергей успел побывать фельдшером и в скорой помощи, и в сельском ФАПе. Теперь эти профессии, по иронии судьбы, соединились в одну. В принципе, что ты там отвечаешь сам за себя, за действие. Что ты здесь, то есть ты здесь тоже без помощи, то есть ты один здесь. То есть там неотложная помощь, а здесь уже долгосрочная помощь. То есть здесь уже лечение, то есть ты означаешь уже сам лечение, то есть потом уже видишь результат. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт призван добираться в места, где своих медработников просто нет. Часто доехать до них нелегко. Поехали. Ну народу много, вытолкаем по ним. Пошутил, а машина таки села в сугроб, да еще и посреди леса. И это в первый выезд Сергея. Но такими мелочами человека с 10-летним стажем на скорой не напугать. Берут трактора надо нам. Вот так этот почти героический уже ФАП добирается до населенного пункта лесной. Сошли с колеи и вот уже сидим в сугробе носом. А могли, кстати, оказаться вообще вон там. Сейчас кто-нибудь бы еще ему помог, и он поедет помогать людям. Помогать приехали пожарные. Все по законам жанра. Сначала сами чуть в сугроб не сели, потом порвался трос. Пожарные достали свой трос. Теперь уже стальной. И вроде получилось. Потихоньку выворачивай. Выворачивай потихоньку прям. Да не сюда, ебан. В итоге вытащили. Теперь снова в путь лечить людей. ФАП нужен в селах с населением 100 человек и меньше. Например, здесь, в поселке Лесной, вообще живет 15 семей. Раньше нужно было ездить в районный центр. Теперь клиника приезжает к ним сама. Тонометры, глюкометры, термометры. То есть все находится здесь. Фельдшер все фиксирует. Назначает лечение. Через две недели вернется и проверит. По плану приезжать в отдаленные труднодоступные села. Этот фельдшерский пункт будет два раза в месяц по расписанию. Повезло не только Первомайскому, но еще восьми районам. Кстати, жителям Первомайского района повезло не только с оборудованием. Фельдшер скорой помощи Сергей Панков несколько лет назад реанимировал. То есть спас жизни троих людей. Так что сельчане за здоровье точно могут не переживать. Андрей Дрилер, Николай Шилко. Наши новости.